Очень хотелось бы начало партии посмотреть, да? Да, скандинавская защита на доске. Мы знаем, что это такой достаточно опасный, сомнительный дебют. Почему? Потому что ферзь выходит рано. Ну и как я отмечала, даже просматривая сейчас партию сборной Таджикистана, что когда ферзь в центре, его легко атаковать. Мы смотрим. Давайте дойдем до хода шестого Слонжи-4, черного. Попробуем спросить наших уважаемых посетителей, как бы они сыграли в этой позиции. Ход белых. Да, ход белых. Немножко подождем. Сейчас первые предложения, когда будут отправлены в чате. Ждем ваших предложений. Ход белых. Только что черные сыграли Слонжи-4. Ну вот у нас H3 предлагают сыграть. Предлагают сыграть. Вот сейчас мнения разделились. То есть два раза H3, три раза Слон-Ф7. Ну, потом какие-то более глубокомысленные вопросы. В чем же минус хода конь Ф6 на втором ходу? Ну, давайте так глубоко в теорию все-таки не будем нырять. В скандинавской защите имеется в виду, наверное. Е4, Д5, ЕД, конь Ф6. Вариант. Но это как бы история для другой партии. Конь Е5 предлагает Юри сыграть. То есть Юрий вообще считает, что Ферзи это лишнее у нас. Очень агрессивные. Да, агрессивные зрители у нас. Два нуля. Есть такие позиционные, солидные шахматисты в нашем чате. Слон Е3, избыточная защита по пункту Д4. Напасть Ферзем на слона пытаются. Юрий очень агрессивно сегодня настроен после жертвы. Конь Е5 или Ж5. Да, вот предлагают все-таки дух легаля. Он витает у нас над доской. Много предложений. Слон Ф7 пишет. Николай выигрывает пешку. Эх, выиграс мистеры. Да, не понимаем. А кто-то решает признать свою ошибку и пойти слон Е2. То есть признать, что слон на С4 как бы вышел преждевременно. Ну что, много предложений. Спасибо нашим зрителям за такую активность. Всегда приятно, когда чат общается. Давайте посмотрим, что шахматистка сделала. Она с вами согласилась. С некоторыми из вас. С большинством, надо сказать. Да, этот ход преобладал у нас в чате. Ну и на доске он тоже был сделан. Слон бьет Ф7. Достаточно такая известная комбинация. Да, когда слон встает на G4. Ну, вообще известный мат Легали тоже. Он, в принципе, на вот таких вот идеях основан. Да, там на самом деле ходит конь Е5. Но вот если представить, что ферзь черных стоит на D8, а не на D6, то я с вами соглашусь, что конь Е5 ход был бы очень интересен. И слон Ф7 ход был бы интересен. Тем более. Но ферзь стоит на D6. А что это значит? А это значит, что после хода конь Е5 шах, король не обязан уходить. Что должны делать черные? Может, еще раз спросим наших слушателей. Вот, у нас, на самом деле, наш зритель уже спрашивает, а как вы оцениваете слон F7, конь Е5, ферзь Е5, да и слон D1, ЕF? Ну, это вопрос к вам. Как вы оцениваете? Но там неплохо бы посчитать фигуры в этот момент, потому что после хода ЕF ход черных. У черных, в принципе, сейчас я попробую сделать эти ходы. Ферзь Е5, ДЕ, слон D1, ЕF. И здесь, ну, например, симпатичный ход слон бьет С2. Да, не просто уйти, но и съесть пешку. Вот этот прием, ферзь бьет Е5, мне очень нравится название, Дисперадо. Ну, может быть, это не совсем Дисперадо, потому что здесь ферзь, в принципе, не обречен, да. Да, Дисперадо это больше, когда фигура обречена на то, чтобы ее съели, и она вот и жертвует себя, приносит жертву. Но это тоже какая-то разновидность Дисперадо, где ферзь отдает себя за коня для того, чтобы выиграть материал. А в партии на самом деле, очень странно даже, но шахматистка, играющая черными, так не сыграла, причем она на ход потратила 5 секунд. Но, видимо, из-за этого и не сыграла. То есть, чтобы найти сильное продолжение, иногда надо подумать подольше, чем 5 секунд, даже гроссмейстеру. Что же говорить о людях, которые послабее в званиях? Да, международный мастер, в принципе, наверное, такой ход мог увидеть. И вы можете представить чувство капитана команды, который видит комбинацию слонбит F7, конь Е5, сербит Е5, переключает с доски на доску, чтобы на это не смотреть, не тратить нервы. И когда он туда возвращается обратно, видит позиции после конь Е5, король Е8, конь бюджет G4. Ну, отличная комбинация. Которая белая, благополучная. Пешка выиграла. Да, шикарная комбинация, да. И вот что в этом случае наши уважаемые посетители посоветуют капитану сделать? Похвалить игрока за эту комбинацию или поругать? А это зависит от результата партии.